Субтитры сделал DimaTorzok С вами Иван и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья! Ну а перед началом данного видео я бы хотел тебе посоветовать подписаться на канал, поставить пальчик вверх и обязательно нажать на колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео, друзья! Сегодня у нас будет очередное увлекательное путешествие, а именно, друзья, обрати внимание, что ты видишь? Ты видишь, как будто бы Землю, но это не Земля, да? Вся ее поверхность испещрена, она полностью избита астероидами и с другой стороны ты видишь что-то тоже похожее на Землю. Обрати внимание, что же это такое? То ли это Земля, то ли это, я даже не знаю. Ну что ж, друзья, сегодня в программе у нас терраформированная Луна. Кстати, хочу сказать сразу же огромное спасибо подписчику Дмитрию Тихомирову, который делает обалденные моды для Space Engine. Кстати, можете посмотреть в мастерской Steam его моды. Все ссылочки будут обязательно в описании под видео. Заходите, подписывайтесь парню, будет очень приятно. Кстати, он мой очень хороший помощник, скажу я вам. Ну что ж, друзья, давайте я вам немножко сейчас покажу. Смотри, да, это Луна. И, кстати, она полностью терраформирована. Это просто прекрасно, я считаю, видеть терраформированную Луну. Ну, вообще, можно считать так, если по каким-то причинам, я не знаю, по каким, сами, блин, не знаю, пишите, короче, мне в комментариях, по каким причинам могла бы быть Луна терраформирована. Вообще, по идее, она находится же у нас в зоне обитания. И просто представьте, что Луна тоже полностью жизнеспособна. Там есть какая-то жизнь. Посмотри, как бы она прекрасно выглядела. Это просто обалденно. Что мы знаем о Луне? Луна образовалась из осколков Земли после столкновения планеты Тея, схожей с размером Марса, несколько миллиардов лет назад. Да. Вообще, конечно, поверхность... Давайте сейчас... Подожди, стой, нет. Состав атмосферы. Это у нас азот, кислород, аргон. Температура 15 градусов по Цельсию. Прониковый эффект 33 градуса. Атмосферное давление 1 атмосфера. Очень прекрасно. Так, тяготение. Так, подожди-ка, стой. Земля у нас. Тяготение 1G. Ну, здесь, конечно, блин, понижено очень намного. Поэтому, если бы, наверное, при таком тяготении 0.16564G, я думаю, ты просто бы боялся оторваться от поверхности Луны. Вот. И попарил как бабочка. Ну что ж, давайте сейчас мы немножко спустимся, наверное, на поверхность. Посмотрим, как бы выглядела терраформированная Луна. Посмотри, да, здесь есть и вода, есть и растительность, даже, кстати, облака. Посмотри. Обалдеть. Облака, конечно, прорисованы просто шикарно. Они такие, как бы, густые. Посмотри внимательно, да? Классно. Так, сейчас давай... Ага, хорошо. Почва у нас, в принципе, прорисовалась. Но травы, как на некоторых планетах, прорисовку, вот прям точную копию прорисовки травы, я, конечно, здесь не наблюдаю. Просто как бы зеленый такой салатовый даже цвет. Не более того. Ну, да ладно. Фиг с ним. Все равно все это прекрасно смотрится. Если особенно представить, что это Луна, да еще и терраформированная с жизнью. Так, где у нас Земля? А сможем ли мы отсюда посмотреть на Землю? По-моему, на другой стороне. А, вот. Вот, вот, вот. Давайте где-нибудь опустимся на поверхность, чтобы в вечернее, так сказать, время наблюдать Землю. Это было бы, конечно, очень прекрасно. Так, мне показалось, что здесь прорисовка травы, но, по-моему, нет. Посмотри, как бы это классно смотрелось с Луны, если бы она была похожа на нашу Землю. Прекрасный закат, который длился бы очень долго, потому что мы знаем, что вследствие вращения вокруг своей оси разные поверхности Луны бывают обращены к Солнцу в разное время. И вообще, лунные сутки в 29,5 раз длиннее земных почти 15 суток, короче говоря, длится день и ночь на Луне. Давайте попробуем даже ускорить, наверное, время, но нам придется это очень долго выжидать. Поэтому здесь день длился бы очень долго, посмотрев, да. Зато было бы шикарно наблюдать нашу Землю, я думаю, несколько суток, да. Мне кажется, даже бы она, наверное, уже бы глаза нам намозолила, я бы даже так сказал. Так, поверхность Луны, конечно, покрыта реголитом, но сейчас ты видишь здесь сплошную зелень. Это, скорее всего, похоже, наверное, скорее всего, на мох. Что такое реголит? Ну, это, вернее, даже из чего состоит поверхность Луны. Как я и сказал, это реголит, то есть это тонкая пыль и скалистые обломки. В следствии ударов астероидов по Луне. Так, стой, подожди. Мне кажется, или здесь... Да, смотри, на Луне, в принципе, то есть Земли, мы можем наблюдать Луну в разных ее периодах, да. То есть, там месяц, полумесяц, полная Луна. А здесь, в принципе, тоже так же. Посмотри, Земля наша выглядела только что. Мы ее видели полумесяцем. Блин, это прикольно. Так, ну что, у нас прошло уже 20... Подожди, 15 суток. И что, у нас будет длиться 15 дней... 15 дней ночь. Подожди, стой. Ну-ка, давай-ка, давай-ка. Дождемся все-таки заката солнца. Ну и что у нас здесь будет? Так, давайте я вот эту скрою информацию. Так будет, наверное, немножко как бы комфортабельнее. Вот так, отлично. 15 ночей мы бы, наверное, смогли бы любоваться на вот такой прекрасный вид Земли. Да, смотри. Прикольно, классно. Так, кстати, отсюда тоже видны очень хорошо другие планеты. Венера. Так, ну это ладно, это понятно. Давай-ка мы куда-нибудь переместимся в другое место. Подожди, надо... Давай, вот так вот, отлично. Где у нас вода? Я хочу посмотреть воду. Сейчас я поставлю нормальный режим времени. И посмотреть, где у нас есть вода. Вот она, наша водичка. Она плечется, да, все прекрасно. На фоне таких густых облаков видна земля. Посмотри, классно. Нет, ну это здорово, реально. Так, ох, солнце, конечно, светит здесь очень и ярко. Мне казалось, конечно, немножко тускнее все это будет выглядеть. Так, где наша Земля? Вот она, наша Земля. А давайте, знаете, что сейчас сделаем? Мы сейчас перелетим на Землю и посмотрим на Луну. Как бы выглядела Луна, если бы она была... С жизнью она бы была терраформирована. Так, опускаемся на поверхность Земли. И где наша Луна? Сейчас, подожди. Давай-ка ее найдем, 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 найдем. Вот она, наша Луна. А Луна, вот она, наша Луна. Ну, конечно, то, что видно в симуляции, не очень-таки отображается. Если смотреть глазами, да, с Земли на Луну, то, в принципе, наверное, было бы видно какие-нибудь зеленые материки в воду. Ну, это было бы, конечно, намного прекраснее. Так, ну, давай немножко промотаем время и посмотрим, я не знаю, днем. Днем, это у нас уже восход, да. Ну, в принципе, днем можно было бы, я тебе скажу, смотри, прекрасно, да, смотрится, видно. Синий такой, синие цвета, зеленые цвета планеты. То есть, полностью терраформированная Луна. Так, подожди, давай-ка вернемся сейчас обратно к нашей Луне. Наверное, можно последний разочек пролететь прямо над поверхностью Луны. Так, подожди, на фоне, я хочу пролететь на фоне Земли. Где наша Земля? Верните мне Землю, пожалуйста. Так, Земля, окей. Вот она, наша Земля, за облаками. Так, давайте куда-нибудь улетим подальше, сейчас переместимся. Чтобы Земля у нас примерно, ну, была на горизонте, наверное, я думаю. Так, давай еще немножко быстрее. О боже, давай еще дальше. Хорошо. Я тебя понимаю, я тебя полностью понимаю. Симуляция, моя любимая симуляция Space Engine. Как ее, друзья, я ее обожаю вместе с вами. Это просто ужас какой-то. Просто не оторвать меня от нее. Да, вот, я думаю, прекрасно вот так вот будет. И сейчас, я думаю, наверное... Блин, да что такие облака здесь? Я думаю, здесь сейчас пролетим даже на космическом корабле. Так, ну что ж, друзья, я под впечатлением. Честно скажу, я под впечатлением. Смотри, мы пролетаем над поверхностью терраформированной Луны. И прямо впереди, над горизонтом, у нас Земля. Это просто кайфово. Это обалденно. Так, подожди-ка. Посмотри. Блин, ну почему такие облака больше похожи как бы на горы, да? Непонятно мне немножко, но... Я думаю, Димка справится. Немножко поправит все это в мастерской. И это будет все выглядеть намного, я думаю, лучше, нежели вот эти вот такие облака. Блин, как бы... Я не знаю. Ну, это реально горы, блин. Их можно, конечно, было бы сделать как бы немножко плоскими. Так, давай-ка немножко сейчас ускоримся. И пролетим, наверное, чуть ниже. Можно даже взять, пролететь. Над поверхностью. Только делать это все очень аккуратно. Потому что, блин... Это RZ-1A Wing. Кто-то мне жаловался в комментариях под видео, где мы с вами летали на нем над планетой с жизнью. Кто-то мне жаловался, что... Боже, что это за ущербный корабль? Нет, ребят, это реально. Это нормальный корабль. Самый нормальный для путешествий. В принципе. Самый лучший, я бы даже сказал, для наших полетов в Space Engine. Так, давайте, наверное, посмотрим на красивые виды. Блин, на красивый горизонт внутри кабины. Ну, примерно вот такую красоту мы бы, друзья, с вами могли бы, наверное, наблюдать. Если бы была терраформированная луна, и мы пролетали бы над ее поверхностью. В принципе, здесь высота приблизительно должна быть сравнима с каким-нибудь авиалайнером на нашей земле. Boeing 747. То есть, высота, ну, примерно нормальная такая крейсерская. 20 тысяч метров приблизительно. И на горизонте мы бы могли бы видеть нашу землю. Это было бы реально классно, согласись. Давай немножко опустимся ниже. Пролетим над зеленым ландшафтом луны. Можно немножко пониже. Я думаю, вот так вот примерно. Дабы не упасть. Ну, что ж, друзья, наверное, на этом я буду заканчивать наше такое путешествие. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх. Подписываемся на канал. И, друзья, нас ждет в скором времени новое путешествие в мире Space Engine, друзья. И помните, космос и вселенная бесконечна. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok